здравствуйте дорогие телезрители мы подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема земляника садовая крупноплотная ремонтантная и не ремонтантная нейтрально дневная усатая безусая что с ней надо делать когда купил если она зацвела что делать надо вот эти программы они мною разрабатываются на основе ваших звонков и ваших комментариев вопросов вот так вот начну с того что на дачу я съездил уже неоднократно все что было посажено на черный укрывной материал на вот такие вот усеченные гребни и укрыто это было уже когда холода наступили белым укрывным материалом вот эта земляника садовая вся целая все что торчало без укрытия и не только там у меня несколько штучек специально оставила но и у соседей выпад ягоды опять очень большой поэтому ваша задача все-таки сейчас у нас возвратных замыска все вот так вот будет но прикройте вы тонким хотя бы 17 грамм на метр но прикройте вы от этого ужасного ветра холоднющего не тепло на даче это здесь у нас ночью один а там у нас ночью минус пять минус шесть градусов и ветры такие сильные при такой температуре они высушивают всю зеленую массу ну речь как раз не от дачи а о том что стоит вот передо мной три контейнера в которых посажены три разных ягоды сан-андреас это ремонтантная ягода черри берри обычного плодоношения здесь не перепутать бы это азия азия самая модная популярная ягода ее рекламируют все кому не лень и мне очень захотелось попробовать и посмотреть как это будет выглядеть я собираюсь ее все-таки посадить в подвесную систему потому что то что показывают теплицы там как раз короба и в коробах сплошным венком ягоды с обоих сторон и мне тоже очень хочется это сделать и даже теплицу новую хочу поставить именно для таких ягод значит покупая в магазине я вот когда рассказывала вам про фриго значит забыла я как увлекусь я забуду совсем про что что надо напомнить вот та программа недавняя про землянику она была именно про черри берри вот она и в каком состоянии мы покупаем эту ягоду она же у нас закатана в улитку у нее только сердечко торчит и корни это и есть фриго так называемое состояние ягоды для хранения она может храниться сколько угодно долго температурный режим там 0 минус 2 градуса она не замерзает и не трогается в рост фриго можно высаживать в любое время не важно весна это лето это или осень не важно все приживется и все будет в порядке но у нее есть одно но у этой рассады вот посмотрите этот контейнер с ягодой черри берри это почему черри берри да потому что это ягода земляника крупноплодная со вкусом вишни и она посажена уже десять дней назад то есть из состояния фриго ее вывели обрезали часть корней значит не закопав ее серединку значит ее в контейнер и куда ее надо поставить а вот к стенке балкона чтобы на нее свет не падал вот есть рассеянный свет этого достаточно там она отстояла 10 дней и только теперь я рискну ее поставить на окно на подоконник эти ягоды они были посажены 4 дня назад то есть они немножко даже подтянулись эти фриго но что делать-то выхода же нету никакого у нам же из холодильника в холодильника не получается обязательно на торговый прилавок приходится выкладывать конечно они начинают трогаться в рот а упакованные в пакетах даже не в улитках эти ягоды начинают страдать начинает чуть-чуть вытягиваться но это не важно важно чтобы они сохранились чтобы они не умерли и еще одно условие ради которого я затеяла эту программу сегодня значит земляники сейчас нужно поливать и в контейнерах и там на даче первое что вы должны сделать разбросать мочевину я надеюсь что вы уже все сделали это второе что вы должны сделать обязательно купить вот такой пакетик магний бор макбор называется 1 чайная ложка на 10 литров воды и мы опрыскиваем растения нету опрыскиватели на даче свинечка наломайте сухой травы свинечка опрысните это крайне необходимые микроэлементы бор и магний для ягоды а вот то что в контейнерах у вас пытается зацвести пожалуйста вырежьте все цветоносы все до единого пока ваш вкус не станет взрослым кустом с набором зеленых листьев вот как у обычного куста летом вот такого размера свести давать ему нельзя у него нету фабрики зеленый за счет чего цветоносы выдвигаются из последних сил господи он разродится и сдохнет у вас пожалуйста удаляйте все цветоносы пока куст не придет соответствие и в первый год роста любой ягода любого растения не надо ждать урожая как вы привыкли а бы заткнуть и и и ладно нет так не получится вот для того чтобы ягода все-таки была зеленой у этих еще желтые листья потому что они стоят не на свету у этой зеленые очень слабым раствором внимание ну или нашатырного спирта а это всего-навсего чайная ложечка на 1 литр воды можно поливать и второй вариант 1 столовая ложка трехпроцентного раствора перекиси водорода на 1 литр воды я надеюсь вы ничего не перепутаете нашатырный спирт или аммиачная вода десятипроцентная 1 чайная ложка на 1 литр а перекись водорода 1 столовая ложка трехпроцентного раствора перекиси водорода на 1 литр запомнили все я вам желаю удачи и пожалуйста прежде чем задать вопрос мне на ютюбе или по телефону вы пожалуйста подумайте ну понимаете вы о чем спрашиваете потому что я рассказывать по полчаса не могу правда вы уж меня простите я и так старательно очень отвечая на все ваши телефонные звонки но иногда вы знаете просто глупости какие-то скажите можно рассаду помидор высадить уже в теплицу высадить вы чё совсем уже у нас в чем они наступил вы уже в теплицом собрать это высаживать нельзя на улицу нет пока лето не придет все всего доброго и пока